здравствуйте дорогие телезрительницы а с вами программа о чем говорят женщины и сегодня мы поговорим о женских привычках и помогут разобраться в них две мои замечательные подруги алена и оля девчат привет и вот я решила на примере опыта показать так сказать наглядно как это все выглядит представьте сок да вот сок это девушка да вот мы прекрасная красивая девушка но у нас есть что-то что может отвлекать от нас скажем так противоположный пол это наши вредные привычки вот как с ними бороться и какие привычки стоит считать вредными потому что как говорят психологи привычки есть у всех но некоторые способны спасти нас каких-то экстренных ситуациях я недавно читала в интернете о том что примеру чилийские горняки когда оказались под завалами они первое что попросили это зубные щетки и бритвы они помогли им вернуть их естественно образ жизни то есть получается есть привычки которые идут человеку вреда который нет ну что я могу что-то делать и для меня это будет нормально примеру ты оля скажешь а не вот это вот плохая привычка искреннее как понять давайте разбираться потому что я не знаю очка ну вот у тебя мне понравилась одна фраза что человек он творец или кузнец своего счастья но одновременно мы все рабы привычек хороших или плохих естественно когда девушка грызет ногти это не пунктуально это отталкивает противоположный пол но есть и она может грызть их в тайне чтобы они видели к сожалению да у человека есть какая-то привычка он делал то неосознанно да это черта которая прививается с детства она не врождена да не привычки это приобретено на качество и это отталкивает сожалению и человек не задумываясь это совершает и в обществе и при семье а даже при посторонних людях когда чем-то стресс у него переживает он о чем-то начинает грызть ногти ну хорошо а как тогда вообще не появляются как вот откуда девушка вдруг стала грызть ногти с чего вдруг алена выручай всего вдруг девочка начинает вы опять-таки сказали что это все идет вот опять-таки среда отношения родителей да с детьми ну вот например если коснуться непунктуальности я знаю что у меня есть такая привычка что я периодически точнее берем постоянно периодически постоянно не успеваю откуда эта привычка из того что я не если честно признаться как бы это было не печально но не умею не умею планировать время своим если мы заранее все распределим по пунктам разложим даже если человека уже будучи взрослым может это конечно и мысленно сделать вот а если есть такие проблемы то как бы нужно просто уметь использовать правильно время у меня постоянно его не хватает и поэтому мой муж всегда недоволен что я постоянно везде опаздываю как бы пытается мне помочь но я пока сама для себя не пойму что это вредная для меня привычка что она как бы мешает мне жить то есть она у меня никуда не денется решать я даже смотри опять таки же в каком возрасте ты поняла что это у тебя привычка ты сама до этого дошла либо тебе сказали слушай вот алёна ну вот ну нехорошо опаздывать да конечно сама в школу приходишь опаздываешь так дневник на стол там ты понимаешь что как бы ну почему я не могла выйти на две минуты раньше неужели мне и вот что-то в последний момент вспоминаю что вот что-то я забыл что-то не взял то есть как бы если бы я приготовил это все заранее такой бы проблемы не возникло также потом и в институте этого опаздываешь в институт и вся вот это вот это действие продолжается на протяжении всей жизни хотя если бы она мне наверно настолько мешала я бы как-то пыталась от нее избавиться я пытаюсь но есть полезные привычки вообще есть полезные привычки есть но какие вот у тебя какая есть полезная привычка я заметила на протяжении лет супружестве со своим супруг когда откуда-то приезжает у него всегда желание есть высказаться и вот порой даже только поставив чемоданы еще не успев скажем снять верхнюю одежду он может на пороге расскажу все свои эмоции все свои чувства как у него прошла поездка что было какие переживания даже может порой возмущение и вот я так посмотрела я никогда не отталкивала то есть несмотря на то что у меня может обед варится или там что-то надо сделать хозяйству я могла остановиться и слушать его столько сколько это необходимо чтобы он был выслушан и мне кажется это добрая привычка и вот на протяжении 16 лет так оно и происходит это терпеливая женщина женщина герой я тебе скажу а вот в моей семье тоже родители в родительской семье было так что папа заходил на порог и у него на лице сразу было видно какое у него настроение он сразу маме там рассказывал вот на работе там то 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 и я в ночи уже в своей семье я как бы так и ожидаю что вот мой муж придет и он с порога мне все расскажет но мой муж не так не привык он приходит ему нужно ничего лучше не спрашивать мама там пойму какое не настроение он сядет пройдет чуть-чуть время может покушать потом как бы и лучше не спрашиваю что-то что у тебя как там ты его как бы то какая привычка хотя для меня она как бы вроде бы вредная потому что я из своей семьи вы не с того что мне кажется что правильно надо рассказывать по каждой тоже разные иногда тебе кажется что она может вредно просто человек он такого склада он так привык может ее во В общем, и так было, и для него это нормально. Сейчас, девчонки, я предлагаю посмотреть мнение психолога по поводу женских привычек, что она нам может что-то новое расскажет и научит нас, как от них избавляться. Смотрим. Привычки бывают разные, и не все они одинаково полезны. Существуют милые женские привычки, которые привлекают и очаровывают мужчин. Но наряду с ними есть и отталкивающие. Пожалуй, самый главный враг женской привлекательности в мужских глазах – это вульгарность. Вульгарная женщина вызывает не самые лестные ассоциации у нормальных мужчин и притягивает внимание только определенного контингента. Слишком откровенные наряды, вызывающие макияж, наигранное и даже агрессивное поведение, повышенная активность в общении настораживают. Женщина не должна бегать за мужчиной, не форсируйте отношения. Это просто неправильно и противоречит психологии мужчины, которому нужно завоевать женщину. Мужчина плохо воспринимает девушку, которая флиртует со всеми подряд и плетет интриги. Даже если это очень яркая и притягательная натура, мужчина не восприняет ее всерьез. Женское любопытство – страшная вещь и порой неуправляемая. Мужчины просто не выносят, когда им устраивают допрос и пытаются контролировать. Ревность разрушает любые, даже самые, казалось бы, идеальные отношения. Ни один мужчина долго не выдержит беспочвенные упреки и вечные подозрения и вскоре просто сбежит. Мужчины не выносят, когда с ними спорят. Это унижает мужчину. Они по своей природе убеждены, что самые умные существа на планете, ну или, по крайней мере, умнее нас. Поэтому, когда девушка старается доказать обратное, ему уже не хочется общаться с ним. Мужчины не выносят, когда девушка постоянно ноет и жалуется. Он настроен на то, чтобы не просто выслушать, а решить проблему. Дорогие девушки, научитесь смотреть на женские привычки глазами мужчин. Прислушайтесь к советам и возьмите себе на заметку. Как говорится, предупрежден – значит вооружен. Вот, девчата, вот эксперт хорошо сказала о том, что мужчины любят естественных девушек. А в чём выражается естественность? Потому что я могу немножко так превратно понять это слово. А как вы это понимаете? Мне кажется, каждая девушка индивидуальна, и поэтому у неё изнутри есть какие-то свои манеры, своё чувство вкуса, стиля. И она может это выражать. А когда она смотрит какие-то передачи, программы или какие-то фильмы, она находит в себе объект, который ей как бы нравится внутренне. И она пытается ему подражать, принимает опять же какие-то манеры, поведение. И то есть уже здесь накладывается на её индивидуальность что-то лишнее, то, что как раз ей нравится. Но уже это не её отличное получается. Значит, ты мне сразу напомнила одну историю с моей племянницей, когда она… был популярен какой-то мультик, точно не помню, либо «Сейлорун», либо что-то в этом роде. И вот она её смотрит, а там же они такие всё там поют, танцуют. И я заметила, что она начала вот это всё на себя, да. И уже бывает, подходишь, там её что-то просишь, там сделай вот это, но нет. И там, и ходит там, луна в матроске, и начинает мне пальцы показывать. Вот, но как-то со временем оно ушло. А вот у неё это просто, я так поняла, что у неё это само собой исчезло. А вот если человек уже взрослый, у него появляется какая-то привычка дурная, как вообще с ней бороться? Я не знаю. Но вот у меня такого не было. У тебя нет привычек? Отлично. Да, я не говорю про вредные привычки. Я имею в виду, что у меня не было подражания кому-то. Вот я вспоминаю своё детство, юношеские годы. В детстве мы с семьёй были в Германии. Мой папа был военнослужащий. И там, естественно, наше возрастание происходило. Появились первые куколки Барби. Тогда я помню, все девочки хотели быть на них похожи. Ну, не было у меня этого девочки. Не хотела я быть похожа на эту куклу. И потом, когда появились какие-то кумиры, артисты. Как-то свой стиль одежды, свой стиль жизни. Нет, не было такого. Чтобы твоя мама, к примеру, ты смотришь на свою маму, и она за тебя кумир. Мы совсем с ней разные. Да, мы совсем с ней разные. По укладу жизни, по быту, по отношению и к супругу, к детям. То есть у нас она более холеричного темперанта, я меланхоличного. То есть мы не похожи с ней совершенно. Хорошо, а давайте поговорим о том, как ваши мужья реагируют на ваши привычки. Вот мне интересно об этом знать. Помогают ли они как-то их преодолеть? Либо, там, Алёна, например, ну вот что ты постоянно ставишь? Этот стакан на это место не ставь, убери. Или как? Или он уже махнул рукой? Ах, смеется. Нет, мы только живём почти год вместе. Конечно, он ещё не махнул рукой. Мы ещё пытаемся где-то друг друга исправить. А мы за 16 лет уже просто не замечаем друг друга. Ну всё равно были же какие-то привычки, которые, может быть, раздражали поначалу. Сейчас да, всё нас привыкли. Естественно, естественно. Ну, конечно, есть ещё какие-то, может быть, сейчас, которые я могу переживать в отношении здоровья, например. Да, мы беседы периодически проводим на эту тему. А так вот какие-то такие, которые раньше в первые годы брака раздражали. Вот. А сколько можно на эти темы говорить? Год, два, 15, 16? Мы пока готовы ещё говорить. Просто устаёшь уже на эту тему говорить, просто уже не замечаешь. Не, но всё равно бывают же такие, которые, ну, не можешь ты с ними жить, с этими привычками. Вот, нет, не замечаешь. Но это в моей семье. Ну, вы меня прям удивляете. Нет, я готова в своей семье ещё пока что бороться. Может, год, два, три. Может, потом, конечно, к 16, как будет, не знаю. Стерпится, да? А я вспомнила историю, кстати, что тоже о вредной привычке, что у жены была привычка постоянно открывать дверцы шкафов кухонных. Вот. А муж постоянно спотыкался, от них ударялся, то шишку себе навьёт. И вот в один прекрасный момент он сломал ногу, зашпортуясь об эту дверную ручку. Об эту дверь. Вот он сломал ногу, и тогда он понял, что я жену свою за 10 лет привычить не смог, что мне нужно ходить и закрывать за ней эти дверцы. Поэтому, может быть, правда, есть некоторые привычки, которые всё-таки приходится принять их. Ну да. Знаете, я думаю, что будет интересно послушать мнение служителя церкви по этому поводу. Я думаю, что что-то интересное он нам расскажет. Давайте посмотрим. Есть масса привычек, которые отталкивают противоположный пол. В частности, мы сегодня говорим о женщинах и их привычках. Так вот, одна из очень серьёзных – это привычка самолюбования. Мужчинам не нравятся женщины, которые от себя без ума. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ещё очень важный фактор для того, чтобы не отвернуть от себя человека противоположного пола, в частности, мужчину, – это умение красиво разговаривать. Грубая, некрасивая речь свидетельствует о внутренней пустоте. Поэтому обратите, пожалуйста, девушке на это особое внимание. Учитесь красиво разговаривать и быть очень учтивыми и скромными. Отсутствие вкуса. Когда девушка не умеет следить за своей внешностью, она не имеет шансов быть человеком, понравившимся противоположному полу. Обратите, пожалуйста, на это внимание, так как умение следить за собой, чувство вкуса – это всё очень привлекательно в руках умелой девушки. А также, наверное, самое главное – это отсутствие чувства собственного достоинства. Девушка всегда должна демонстрировать своё собственное достоинство, чтобы быть на высоте. Мужчинам нравятся те девушки, которые действительно это чувство имеют. Они всегда скромны, они всегда красивы, они всегда уважительны по отношению к другим, но не позволяют по отношению к ним проявлять какие-то вольности, излишества. Это есть чувство собственного достоинства. Не позволяйте себе унижаться. В этом есть секрет, действительно, секрет серьёзных, правильных отношений с противоположным полом. Знаете, девчата, честно, мне немного непонятно. Как эксперт, служитель сказал о том, что если у девушки нет вкуса, то прости, парень на тебя не посмотрит. А если не было таких возможностей, чтобы девушка как-то её научили, как правильно одеваться или как? Я считаю, это несправедливо немножко. Мне кажется, чувство вкуса. Понятно, что у девушки есть что-то своё индивидуальное. Я уже говорила об этом раньше, что есть что-то такое своё, что она может вложить. Но есть сейчас много, мне кажется, и передач о том, как уметь сочетать, если мы говорим о внешнем виде, как сочетать правильно одежду, подобрать цветовую гамму или уроки какие-то интерьера. То есть ты должен вложить то, что у тебя от сердца, но тем не менее научиться этому. Потому что правда бывает, что родители как-то не привили или, может быть, у родителей самих как-то не было. То есть этому можно научиться, мне кажется. Ну вот если вот так вот итог подвести нашей беседы, как побороть привычки, плохие привычки, Оля? Мне кажется, есть такие привычки, которые человек не может побороть. То есть смириться, да, с ними? Да. А другие — возможно. Например, вот у меня есть привычка разбрасывать деньги, скажем так. Супруг, если даст, я могу положить. Ты стоишь деньгами, это хорошая привычка. Нет, он мне их даст, например, пойти в магазин, я их положу в какое-то место. Он говорит, ты помнишь, где? Я могу забыть. И он потом ходит и опять собирает, опять кошелёк кладёт на какое-то видное такое место, чтобы я не потеряла. Ну есть такая привычка, ничего с этим не поделаешь. А можно попробовать было, я, например, не пробовала в своей жизни, попробовать, например, попросить партнёра помочь преодолеть. Вот не пробовали мы за 16 лет такое, а надо бы попробовать, чтобы он, видя какой-то поступок, мягко намекал на это, возвращал, скажем так. Ну всё впереди ещё. Что ж, девчата, спасибо, что вы ко мне пришли, мне было очень приятно с вами пообщаться. Особенно спасибо за те ценные советы, которые вы мне дали, я постараюсь их исполнять в своей жизни, избавиться от своих вредных привычек. Ну и вам, дорогие телезрительницы, я надеюсь, что наши советы пойдут на пользу. Ну и спасибо, что были с нами, а с вами была программа «О чём говорят женщины». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»